15 декабря в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная успешному выступлению амички Ольги Тё на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте. Наша спортсменка завоевала бронзовую награду в категории до 59 килограммов и значительно улучшила свои личные результаты по сравнению с чемпионатом Европы, на котором стала сильнейшей. В Ташкенте в рывке Ольга Тё вышла на показатель в 100 килограммов, в толчке подняла 118. Я добавила, наконец-таки у меня заветная цель была порвать 100 в соревнованиях, на соревнованиях, и это получилось, я порвала. И наконец-таки добавила в толчке, была, конечно, цель толкнуть 20, но чуть-чуть не хватило, с груди я смазала, но на грудь, тем не менее, взяла. Я на грудь еще 120 дней брала. Естественно, это очень ценная медаль, и, скажем так, эмоции и вот эта вот радость пришла не сразу, потому что, когда я узнала после соревнований, я еще такая была чуть-чуть в напряжении. Так скажем, это чудо случилось, и я была очень, естественно, рада и довольна. По мнению министра спорта региона Дмитрия Хрикаренца, Ольга Тё успешно продолжает славные традиции омской тяжелой атлетики. Отличный суммарный результат – 218 килограммов, дал стимул для дальнейшей работы. Здорово, что сейчас Оля является таким проводником хорошей, качественной подготовки именно вот уже результатов мирового уровня. И, конечно, хотелось поздравить Олю Сергея Юрьевича с этим результатом, пожелать, чтобы та стабильность перехода во взрослые уже, так скажем, спортсменом. Она была повосходящей. Не надо рывков, не надо толчков. Должен быть хороший, стабильный результат, который бы подвел нас всех к такому событию, как Олимпийские игры в Париже. Тренер и отец Ольги Сергей Тё отметил, что успех на чемпионате мира показал, что в тренировочном процессе применяются правильные методики. Найден баланс между нагрузками и восстановлением. Проводили съемку, биомеханический анализ упражнений, да, и я с этими людьми контактирую. То есть на это, да, они мне передали вот эти материалы, которые, да, мы прям анализировали с Ольгой вместе, само движение, да, и работали, естественно, над теми ошибками, которые, да, и то есть вот тот результат, который Ольга показала, я был уверен, что она на чемпионате мира поднимет. Следующий старт у Ольги Тём в начале февраля 2022 года. Спортсменка выступит на Кубке России, который пройдет в Орле.